МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Ваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Павел Данилов. Павел Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Павел Владимирович, завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства. Каковы результаты этой масштабной акции? Результаты достаточно высокие. Проголосовало в Чувашской республике 159 тысяч, кто активно участвует в реализации проекта формирования комфортной городской среды. Причем хочу отметить, что первый раз голосование было на электронной платформе, а не путем типичного принятого формы, типичного принятого формы голосования, когда через какие-то ящики, бумажные бюллетени. Это говорит о стопроцентной прозрачности и высокой заинтересованности тени населения принимать участие в выборе тех или иных объектов благоустройства. То есть это как минимум 160 тысяч неравнодушных жителей республики. Да, это почти 16% от возможно проголосовавших, то есть от людей старше 14 лет. Могу вам сказать, что до этого обладают этой статистикой. В прошлые и позапрошлые годы по республике Чуваши наиболее активно этим вопросом занимался город Чуваксары. Даже в лучшие годы, наверное, прошлый год не является показателем, а вот в 19-й показатель был 7%, а сейчас почти 16%. То есть активность выросла? Да, заинтересованность выросла, и самое главное, люди начали узнавать о том, что происходит и что они могут реально поучаствовать. Сколько объектов в результате вошли в перечень? Ну, во-первых, у нас участвовало, голосование было в 25 муниципалитетах. Важно сказать, что вот эту новую электронную платформу мы понимали, и это была российская практика, о том, что не всем комфортно, не у всех есть смартфоны, не все живут вот на этой волне, и поэтому были сформированы волонтерские штабы, для которых приобретены планшеты, на которых была закачана данная программа, и они находились в точках притяжения людей. В многофункциональных центрах в том числе была развернута эта работа, что позволило людей, не обладающими вот этими новейшими средствами связи, тоже принимать участие. Голосование было в 25 муниципалитетах. На предмет выбора было выставлено 74 пространства. Это фактически по три в среднем в муниципальном образовании. Наибольшее количество набранных голосов, есть эта статистика, кто в каком районе что, это будут потенциальные объекты благоустройства 2022 года. Мы понимали, что не в каждом общественном пространстве, не каждое общественное пространство есть альтернатива. И поэтому, когда велась предварительная работа, мы понимали, что есть большая заинтересованность у населения к современному детскому игровому спортивному оборудованию. Тем более, в последнее время его в большом количестве монтируется. Мы оценили ситуацию в республике на предмет и качества монтажа, качества производителей, которые присутствуют на нашем рынке, поняли, что есть необходимость дополнительного внимания к детскому игровому спортивному оборудованию. Именно к подходу формирования детских площадок. И поэтому рекомендовали всем муниципальным образованиям в обязательном порядке предлагать населению детские игровые площадки. Если брать срез по республике, мы поняли заинтересованность людей в этом. То есть расчет оказался абсолютно верным. Да. Они нигде не выиграли, они нигде не набрали, но есть наибольшее количество голосов. Конечно, всегда что-то свое, о чем мы не говорили, оно ближе. Но в целом мы поймали весь срез по Чувашской республике и понимаем, что данная проблема для населения действительно актуальна. И стоит задумываться о формировании отдельной программы по детскому игровому спортивному оборудованию, которая будет идти в целом параллельно с программой благоустройства общественных пространств и здоровых территорий. Сколько и того у нас в списке теперь этих объектов, за которые проголосовали? Ну, соответственно, у нас в списке, так же как в районах по объектам, у нас по одному объекту, в городах Чебоксары их больше, потому что город Чебоксары уже проводил рейтинговое голосование в прошлом году, и поэтому там выставлялись варианты благоустройства общественных пространств. Таким образом и таким образом. Но хочу сказать, что в данном случае после выбора работа не завершена. Мы сейчас формируем мобильную группу, куда заводим архитектора, специалиста по соучастному проектированию. Это мобильная группа из представителей Минстроя. Будет организованная такая встреча с населением. Мы хотим их провести в два этапа. Когда будем выезжать в районы и обсуждать с населением на предмет программирования выбранного общественного пространства. Так сказать, что хочет население в нем видеть. В чем-то подсказывать о том, что вот это практично, это непрактично, это дорого в содержании. Вот это, наверное, очень индивидуально и не стоит. И наоборот. А вот здесь лучше сделать. Обратите внимание на это. Да, а вот обратите, вот есть лучшие практики, как городские лучшие практики, так и общероссийские лучшие практики. Когда люди пошли так-то, и вот такие-то выгоды, такие-то бонусы они получили от такого формирования. Ваше министерство разработало региональный стандарт благоустройства и озеленения. Что это за документ и какая необходимость в его создании? Ну, вы знаете, во-первых, не совсем министерство. Данный стандарт, он был разработан в экспертном профессиональном сообществе. И перед тем, как мы его примем за должное и начнем ему следовать, мы в обязательном порядке пройдем обсуждение его с жителями. Разъяснения. Как целесообразно благоустраивать. Какие растения целесообразно сажать. Что есть тротуар. Каким атрибутом он и каким правилам он должен соответствовать. Где лучше, как сделать. И так далее. Мы понимаем, что у нас немножко разные сценарии происходят в разных муниципальных образованиях. В районных центрах это определенные одни сценарии. Поведенческие сценарии. В малых городах немножко другие. В крупных, в Чебоксарах, в Новочебоксарах, в Чебоксарах, в Чебоксарах, как вы знаете, третий сценарий, это третий образ жизни. Это нехорошо, неплохо. Это факт. К этому можно по-разному относиться. Но городская среда должна соответствовать именно тем сценариям, которые в 90% происходят на той или иной территории. Поэтому мы разбили с одной стороны населенные пункты, по нашему виду, по типовым сценариям, которые там выходят. И в то же время распределили зональное, совместно с Министерством природы взяли зональность по рекомендуемым растениям по высотке на той или иной территории. И теперь тоже так же, как и объекты благоустройства, запускаем в обсуждение. Конечно, будет одно обсуждение строгое в профессиональном сообществе. Это как раз те люди, которые занимаются озеленением. Мы с ними соберем на площадке, кого-то подключим по ВКС. Это будет отдельно открытое обсуждение. И обязательно в рамках нашей работы с районами, когда будем объезжать, обязательно тоже будем, так сказать, презентовать данный стандарт. Должен объяснить. Коллеги, в следующий раз, когда вы формируете какие-то проекты, вы их правильно делаете таким-то, таким-то, таким-то образом. И если вы хотите участвовать в региональном программе, то давайте идти по этим правилам. Чувашия не первый год участвует во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. У нас уже есть положительный опыт у Ядрина, у Канаша, у Мариинского посада. Вот какие планы по участию на этот год, на следующий год и с какими проектами мы собираемся заявляться? Ну, у нас три малых города. Это Козловка, Цивильск и город Шумерли. Причем Козловка и Цивильск участвуют в одной категории. То есть фактически будут являться конкурентами друг друга. Город Шумерли чуть побольше, поэтому он обособленно участвует. У нас везде разработаны концепции парков. Ну, это объяснимо. Как правило, благоустраивают парки, потому что это является наибольшим интересной точкой притяжения. Наиболее востребованные. Наиболее востребованные. И парки, как правильно, во времена Советского Союза, когда была строительная политика, они были центральными парками, они были наиболее востребованными, и им не приходилось бороться за потенциальных посетителей с какими-то другими общественными пространствами. Конечно, наверное, да, пришло время привести их в порядок, немножко осовременить в хорошем смысле этого слова. То есть все равно, как мы уже сегодня говорили, сценарий поведения населения изменились, потребности немножко стали другие. Если раньше больше нужны были лодочки, условно говорю, может быть, они и сейчас нужны где-то, то сейчас уже больше обеспечения. Кому-то Wi-Fi, кому-то какие-то удобные более скамейки, чем раньше и так далее. Каждый из проектов, ну, о них можно рассказывать не один час, каждый из проектов уникален по-своему. Будем смотреть, насколько они будут конкурентоспособны в своих категориях с другими городами, потому что конкурс очень раскручен, конкурс востребован, и очень немало сильных заявок. Я в свое время принимал участие в работе и в администрировании данного конкурса. Да, понимаю, какая будет конкуренция, понимаю, как за годи готовятся города, поэтому будет интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны. Когда станут известны результаты? Вообще, по постановлению, результаты должны быть подведены федеральной комиссией, которую возглавляет Мараш Казянович Куснули, до 1 сентября. Ну, я думаю, мы уже в середине августа будем знать, это будет какое-то торжественное мероприятие, съезд малых городов, какая-то будет сильная площадка выбранная, конечно, будет обязательно много практических вещей, знаний, методических знаний будет дано управленцам малых городов и исторических поселений, ну, и подведены будут итоги, распределены гранты, и в бой до конца года нужно будет, если, я не говорю о наших городах, хотя хотелось бы, чтобы среди победителей были наши города, нужно будет защитить рукава, начинать разрабатывать проектно-смертную документацию для того, чтобы уже в следующем году выходить на строительно-монтажные работы на своих участках. Ну, вот в продолжении темы благоустройства, точнее говоря, даже не сколько благоустройства, сколько о комфортной среде, как в этом году будет реализовываться программа «Чистая вода», то есть какие наши ближайшие задачи? «Чистая вода» – это федеральный проект, часть национального проекта «Экология». По этому году у нас выделено значительное средство. Мы решаем проблему, начатую в решении еще с 2019 года. Это строительство 4-го и 1-го пусковых комплексов у группового водовода Шамушинска, Батверска, Комсомольских районов. Такое стратегическое для нас имеет значение. По поручению главы нам было разработать единую концепцию водоснабжения, водоотведения. Ну и, соответственно, честно, вот это такой большой этап в реализации данной концепции. Более того, по дальному направлению, по данным мероприятиям данного федерального проекта оно попало в поручение Владимира Владимировича Путина. Поэтому очень тщательно мониторится, и мы здесь не можем сплоховать, сделать как-то некачественно. На следующий год у нас следующий этап реализации этого же. Ну и другие есть мероприятия, к которым мы хотим заявиться. В других районах республики несколько уже было таких случаев. В очень сложном состоянии находятся однонапорные башни. Какова их судьба? В этом году действительно по этот проект было сакцентировано внимание. Там выделено более 100 миллионов рублей. Там есть некоторые сложности в реализации этого проекта, потому что, когда закладывались средства бюджетные, была одна стоимость металла. Сейчас мы понимаем, что она другая. Но это проблема не только Чуваши, и разрешение близко, будем понимать. Но я когда делал доклад о состоянии водоснабжения, водоотведения, мы понимаем, что большое количество башен просто нормативно не эксплуатируется. По разным причинам. Некоторые брошены и не стоят на учете. Некоторые находятся на уровне поселковых администраций, даже не районных. Мы понимаем, что там фактически нет бюджета и нет эксплуатирующих организаций на этом уровне. И они физически не могут эксплуатироваться на то же ум, а соответственно они амортизируются, ветшают, и с каждым годом выходят из состояния. Есть еще одна проблема, по которой я тоже не буду скрывать. По большому счету, люди не привыкли платить за услугу водоснабжения. Они как-то, так или иначе, я это говорю не понаслышке, знаю, там, многие районы, в районах, как дело происходит, они готовы в текущем режиме скидываться на какие-то расходы. Ну, там, например, на электроэнергию, которая затрачивается, на такие, так сказать, на рутинные расходы, там, на замену электродвигателей, если что-то пошло не так, и таким способом ее как-то поддерживать в каком-то состоянии. Но это достаточно сложное сооружение, и поэтому тут требуется не просто постоянное финансирование, но и постоянная качественная эксплуатация специалистами, для того, чтобы продлить век и эксплуатационные способности данного сооружения. Будем смотреть, ну, там, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий, но в любом случае задача одна – обеспечить чистой водой наше население, даже в тех местах, где это делать не совсем, не совсем непросто. Будем выходить. Есть вариант развития. Именно для этого разработана концепция водоснабжения, водоотведения в Чувашской республике. Мы понимаем, как надо укрупнять некоторые правовые формы для того, для более эффективной эксплуатации и содержания наших объектов. Ну, и как результат предоставления услуги более высокого качества. Павел Владимирович, на последнем заседании Кабинет министров обсуждались итоги социально-экономического развития республики в первом квартале. Ну, такие предварительные итоги. И речь зашла о том, что снизились объемы строительства. Ну, первый квартал – это все-таки первый квартал, он не всегда показателен. То есть какие-то меры по исправлению ситуации планируются? Ну, разумеется, планируются. Вы знаете, я считаю, что здесь тоже есть такой вот отложенный эффект. В начале года было сказано, что вот эта льготная ипотека, которая 6-процентная, которой воспользовались там плюс 38% по результатам прошлого года, будет прекращена. И, конечно, все и люди, и застройщики находились в ожидании. То есть не градостроительный потенциал в Чувашской, в городе Чебоксарах, как основном в строительстве многоквартирных домов, основной такой локомотив, он достаточный. Земли, запущенные в оборот, под застройку недостаточные. Просто, в свою очередь, и застройщики, и население не торопилось входить в новую фазу строительства. То есть это более ситуативно? Ну, я уверен, что по результатам этого года, после того, как была продлена продлена вот эта льготная ипотека под 7% годовых, там она была в прошлом году 6%, сейчас у нас стало 7%, ну и ключевая ставка изменилась, и поэтому 7% в этом году, если брать чисто экономически, выгоднее, чем 6% в прошлом. Я думаю, это как раз люди услышали ожидания, они понимают, кто еще не приобрел, могут опять зайти на рынок, и я думаю, будет такая правильная рефлексия со стороны застройщиков. Более того, у нас действует программа индивидуальностей экономического развития, мы там выделяем деньги, пошли по пути того, что в этом году уже 387 семьи могут получить компенсацию первоначального взноса по ипотеке. Как правильно, вот именно первоначальный взнос, он усложняет вход. Если текущие платежи еще как-то приподъемны, то вот упрощает вход, мы хотим посмотреть, как пойдут заявки, они уже идут. Если данный механизм сработает, и есть поручение головы, рассмотреть на предмет эффективности работы данного механизма, можно будет деньги там увеличивать по данному механизму, если это послушать. И я думаю, это, конечно, скажется на застройщиках, которые поверят в том, что то жилье, которое здесь вводится, оно будет реализовываться. Мы проанализировали последние 10 лет по вводу жилья в Чувашии и поняли о том, что у нас недостаточно вводится жилья. Если горы Чебоксары, но Чебоксары достаточно ровно идут, есть какие-то такие объяснимые падения и спады, то, например, очень много ввели, когда госжилфонд строили и понимаем, что есть необходимость возврата, может быть, какого-то подпитки по госжилфонду. Мы поняли, что мы проседаем в основном по объему ввода за счет индивидуально-жилищного строительства и за счет ввода жилья на селе. И глава поручил отдельно разобраться. Мы сформировали почти там огромное количество участков, пока идем инвентаризацию, все они сформированы по предложению глав районов, сельских районов, под застройку. И будем сейчас директивно заводить застройщиков туда, в том числе создавая им более благоприятные условия за счет подведения инфраструктуры, для того, чтобы как-то сэкономить на себестоимость одного квадрата жилья на селе. Очень многие в условиях вот этого пространственного сжатия, когда все-таки транзитом населения прям сельской местности транзитом через районные центры только потом уезжает в города. И если мы сейчас будем активно вести политику, строительную политику в области застройки многоквартирными, в том числе многоквартирными домами, в районных центрах, я думаю, это нам позволит остановить частично вот этот транзитный поток населения, который покидает сельскую местность. Я думаю, что после районных центров придет уже очередь каких-то крупных населенных пунктов. Последняя позиция, и она везде декларируется и на уровне вице-премьера куриющего стройку Мараши Казяновича и на уровне Элега Дворыча, министра строительства, это работа с опорными населенными пунктами. Так сказать, сформированный опорный каркас Чувашской республики, дороги между опорными расселениями, это опорная дорожная сеть и так далее. И поэтому, конечно, делая акценты на опорные населенные пункты, это позволит так или иначе предоставлять качественные услуги как здравоохранения, так и образования именно и в сельской местности. Да, крупные есть, у нас есть поселки городского типа, которые не являются районными центрами, возьмем, например, и Бреси. У нас есть Шахазаны, которые находятся на пересечении нескольких дорог, у нас есть и Шлеи, которые не являются районным центром, но в то же время входят в опорную сеть и, несомненно, должно быть в сфере наших программ, наших проектов. Как складывается ситуация с обманутыми дольщиками в республике? Сколько сегодня объектов в реестре и какая работа с ними ведется? Какие перспективы? Была некая развилка о том, что есть у нас 14 обманутых дольщиков, признанных еще обманутыми дольщиками в Чувашской республике. Порядка 700 квадратных метров жилья нужно предоставить. А начиная с 2019 года у нас уже пошли объекты. И в другой счет, больше не регистрировались обманутые дольщики на уровне эти дали полномочия на федеральный уровень. И были созданы во всех субъектах фонды специально обманутых дольщиков, которые забирали объекты по обманутым дольщикам и принимали решение в соответствии достраивать объект либо производить денежную компенсацию. Например, по денежной компенсации в городе Новый Чуваксарск у нас попал туда застройщик фирмы ТРИАС, Бульвар Зеленый. На сегодняшний день после оценки фонда было принято решение идти по пути компенсации. И уже 84% участников дольевого строительства получили данную компенсацию и могут дальше приобретать себе жилье. Почему 16% не получили? По моим данным я специально узнавал где эти 16%. Это те, кто средства есть. Это те, кто не заявился и не пришел. за ними. Пока. Не знаю по каким причинам, но средства есть, и поэтому если есть возможность обратиться, я обращаюсь, пожалуйста. А вообще у нас 14 проблемных объектов, они все переданы фонду, это 1725 дольщиков, 11 объектов в городе Чуваксара, 3 объекта в Новый Чуваксарске, там у каждого СССР судьба, каждый находится на разной стадии решения своего вопроса, где-то идет отыночная процедура, процедура по которой традиционная, по которой идут это признание банкротом застройщика, после чего идет формирование, оценка его финансового состояния, так сказать, выявление сделок, которые привели к ухудшению этого финансового состояния, смотрится на предмет вывода средств дольщиков на сторону по минимуму или к эффективным контрактам, оценивается субсидиарная ответственность как собственников этого застройщика, так и руководства данного застройщика. По закону это, конечно, занимает от 6 до 9 месяцев. В данной процедуре находится несколько домов, но, к сожалению, она для нас долгая, и мы хотим сейчас выйти, есть еще один указ, он еще был подписан в 2018-2019 году, когда мы договариваемся с застройщиком о том, что он выходит застраивает дом, а мы компенсационно выделяем земельные участки под дальнейшую застройку. То есть, ему не нужно участвовать ни в каких конкурсах, торгах, мы примерно оцениваем, о каких суммах идет речь, сколько нужно потратить на достройку, и компенсационно ему выделяем. И вот по городу Научебоксарска, не буду скрывать, мы сегодня как раз встречаемся с дольщиками и будем озвучивать вариант компенсационно выделить. То есть, есть интересант, который говорит, я дострою этот дом, но мне нужно будет компенсировать затраты, это будет моя оборотка. Дом этот я буду застраивать в течение полутора лет, но он уже буквально в считанные дни готов будет выйти, дни я утрирую, но не нужны ему будут никакие процедуры, которые от него не зависят, он будет готов выходить на застройку, ну и впоследствии там компенсировать свои затраты и во времени, и разовые за счет предоставления участка, где он тоже будет выходить на строительство многоквартирных домов. Павел Владимирович, вы не так давно вернулись с Петербургского экономического форума, международного экономического форума, и на полях этого форума было заключено несколько соглашений очень интересных для республики, то есть, вот как вы их оцениваете, какие перспективы это открывает? На двух соглашениях особенно становлюсь, которые вот больше относятся к моему направлению деятельности, это НОСтрой, это наибольшая организация, которая включает в себя наибольшее количество саморегулирующих организаций строителей. Основная логика этого соглашения была в том, что у них есть системные знания, лучшие практики и лучшие подходы, методические подходы, которые можно реализовывать на территории Чуваши. Им тоже Чуваши интересно, вплоть до при необходимости они готовы в ценообразовании помогать, готовы делиться лучшими практиками. Для нас было важно сотрудничать с ними, потому что впоследствии, я думаю, мы реализуем не один совместный проект. Что касается второго соглашения, которое тоже в моей части, это соглашение с Т-плюс. Вы знаете, когда я опубликовал новость о соглашении с Т-плюс, мне начали сразу же в комментариях писать о том, что вы должны знать по Владимиру законодательство, вы там подписываете огульные соглашения о передаче тепловых сетей города Чебоксары, Новочебоксарска. Нет. Тут есть своя процедура, там есть конкурсный отбор, и она... Мы не подписывали соглашение о передаче сетей. Речь шла о взаимодействии органов исполнительной власти, кабинета министров Чувашской республики с большой ресурс набжающей организацией. Город Новочебоксарск стопроцентно сидит на мощностях Т-плюс. Город Чебоксар в большей части у нас есть, конечно, свои котели, но тоже большое количество. Если брать два города вместе, то Т-плюс снабжает там 50 процентов. Это тот игрок, который присутствует на рынке. Это крупный работодатель, и, соответственно, он... С которым необходимо считаться. С которым в любом случае нужно взаимодействовать. Это не просто поставщик тепла. У нас большое количество людей у него работает. Он имеет стратегическое значение. И, конечно, он должен быть социально ответственным. И по большому счету, я не буду говорить пока подробности, посмотрим, когда придут какие-то конкретные действия, но речь шла о социальной ответственности такого крупного игрока, бизнеса, который находится на территории Чувашской республики. И, исходя из особенностей ведения его бизнеса, он никуда не уйдет. У него здесь расположены его мощности, у него здесь расположены трубы, которые невозможно перенести и уйти куда-то в другую сторону. Поэтому обязательно с такими крупными игроками, которые, во-первых, являются крупными работодателями, во-вторых, несут такую социальную важную функцию, тарифную функцию предоставления услуг населения, где здесь есть чувствительность по стоимости и так далее. Здесь обязательно должно быть взаимодействие и это соглашение, шаг к открытости взаимодействия и к дальнейшему сотрудничеству по всем направлениям. А что касается концессии, это отдельная тема, это конкурсный отбор, это выполнение всех условий, и это идет по своему регламенту. Конкурсная процедура объявлена, будет заявка Т-плюс, будет еще одна заявка другой организации, что на более интересных условиях будет рассматривать конкурсная комиссия, после чего будем вступать уже в договорные отношения. То есть вопрос пока открытый и... Идут процедуры. Открытые процедуры, все, кому интересует участие в конституционном соглашении, могут подавать заявки на участие. После вот этой истории с коммунальной технологией было подорвано доверие населения, но коммунальной технологии нет. Это какой-то новый этап. Но в любом случае это тарифный вид деятельности. Возможность увеличения тарифа, снижения тарифа, либо проведения соответствия, его экономическая обоснованность, это полностью лежит на органе исполнительной власти Чувашской республики, службы по конкурентной политике и тарифам. Поэтому мы понимаем, что можем регулировать этот тариф и вопрос только о вложении в наши сети, которые должны реконструироваться и предоставлять более качественную услугу. Спасибо вам большое за такие подробные ответы на наши вопросы. А я напомню, что сегодня у нас в студии был министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Павел Данилов. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...